Всем привет, с вами Банарди и в сегодняшнем ролике по игре SnowRunner я покажу как достать этот замечательный автомобиль под названием Горбай 4 Кстати, чем-то он напоминает запорожец Если я ошибаюсь и это не запорожец, напишите в комментариях Итак, какие модули и что на него можно установить, вы это сейчас увидели Сейчас я его хочу прогнать по двум полигонам Первый полигон это будет летний, другой полигон это конечно же зимний Но перед этим всем я еще покажу, что оказывается к этому автомобилю можно прицепить разные виды прицепов Ну и конечно же для теста я погружу что-нибудь очень-очень тяжелое на этот прицеп и попробую его провести Нет, можно конечно было бы что-нибудь полегче, но захотелось просто вот этот контейнер Знаете, автомобиль поначалу просто безумно классно ехал Но это было буквально до тех пор, пока я не доехал до речки Дело в том, что в речке у меня этот контейнер перевернулся, автомобиль ушел под воду Если вы думаете, что автомобиль на этом остановился, то нет Он спокойненько дальше себе ехал и вез прицеп Но везти прицеп уже смысла не было, поэтому я его просто выбросил в том же водоеме и поехал дальше После того, как я бросил прицеп, нужно было продолжать движение дальше Знаете, я заметил такую штуку, в автомобиле выключаете движок и она просто плывет по течению Это машина за счет того, что она просто легкая и практически не ломается В общем, добравшись до полигона, как вы знаете справа, здесь есть такие большие ямы с водой И многие прицепы у меня, точнее не прицепы, а многие грузовики у меня здесь регулярно застревали У этого маленького застранца проблем с этим не было Вообще, от слова совсем, оно легко заезжало и легко выезжало Вот, дальше я отправился на камни Знаете, автомобиль на камнях ввел себя просто, ну, как это, я не знаю, как по маслу ехал Потому что, как многие знают, камни это одна из самых больших проблем в сноураннере Можно застрять на маленьком камушке и больше оттуда никогда не выехать У этого автомобиля проблем нету, кроме одной проблемы Как только он заезжает в грязь, начинается задница Другого слова нету, извините, я редко употребляю какие-то плохие слова в роликах Но здесь, как говорится, из песни слов не выкинешь В общем, как вы знаете, здесь есть три этапа грязи Первую я проехал с горем пополам на понижайке, с дифференциалом Все как положено, все замечательно Как только я вступил во вторую грязь Ну, в общем, я здесь тоже проехал Можно, конечно, было бы еще минут 15 понажимать газ и все бы у меня получилось В общем, я плюнул на то занятие и отправился на зимний полигон Конфиг автомобиля тот же самый, за исключением, что я поставил шипы на колеса Как вы видите, автомобиль легко по льду поднимается, по льду съезжает Даже если вы тормозите или не тормозите, поворачиваете, шанс перевернуться есть, конечно Но не такой большой, допустим, как это было в предыдущем ролике Как вы видите, также в гору легко поднимается Сейчас мы отправимся на ту карту, где достать этот автомобиль И поверьте, это будет очень простенькое задание И как машина в коллекцию, вам обязательно пригодится Как я уже говорил, это будет одна из самых простых таких тактик, которые у меня были на канале Итак, для начала вам нужно отправиться в Теннесси в горящую мельницу Недалеко от гаража, а если быть точнее, то как только вы езжаете, объезжаете гараж, берете поручение Да, именно в этом поручении вам нужно будет доставить с одного места автомобиль в другой Я буду использовать Татарина Вы можете использовать абсолютно любой другой автомобиль, который сможет на лебедке протащить вот этого маленького засранца, который мы сегодня ищем Находится он недалеко, в принципе Сейчас я вам нарисую дорогу, и вам нужно будет проехать по этой дороге Да, кстати, хотелось бы напомнить, что у меня в Телеграме есть чат Где собралось очень много адекватных людей, которые хотят поиграть в сноураннеров в кооп Если вы один из них, обязательно приходите к нам Ссылочка будет в описании под роликом и, конечно же, в закрепленном сообщении Итак, после того, как мы отправляемся туда Честно вам скажу, дорога очень простая Напряжений никаких не должно у вас составить Ну, есть в некоторых местах пеньки Я думаю, вы знаете, как работают пеньки, поэтому я рекомендую вам их просто объезжать Итак, заезжаем на базу снабжения Кстати, ее нужно будет восстановить обязательно Но не для этой машины, а для другой Которую вы узнаете, как достать в следующем ролике Так что, если вы любите подобный контент, да, где там гайды, стримы по игре и так далее Обязательно подписывайтесь на канал Обязательно поставьте лайк и обязательно напишите свой комментарий Вот, просто из серии Тут был Сережа или там Тут был там Алексей Ну и так далее Мне будет приятно Я вижу вашу активность И для меня это такой небольшой стимул Точнее, нет Это большой стимул продолжать снимать ролики На этом канале будет не только SnowRunner В ближайшее время будут добавляться и другие игры Поэтому подписывайтесь И да, я напоминаю Я играю с Xbox Series X Но, как вы знаете, SnowRunner это кроссплатформенная игра Здесь можно и с ПК, и с PlayStation В общем, с любого места, где работает эта игра Обратно я вам на всякий случай нарисую карту Кто первый раз не увидел ее Так же самое возвращайтесь в то же самое место Но уже с этим маленьким автомобилем Знаете, как говорят, маленький да удаленький Потому что этот автомобиль действительно того стоит После того, как вы довезете его до финальной точки Вам дадут опыт, вам дадут деньги И, конечно же, вам дадут автомобиль А на этом мой ролик сегодня подходит к завершению Всем спасибо за просмотр С вами был Бонарти Всем отличного настроения Увидимся, когда увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok